Это человек, который сидит на системе, который насквозь попритан коррупцией и лжи, и фактически может рухнуть с катастрофическими результатами для общества и для него самого. Поэтому трудно сказать, что он не руководитель стабильной системы. Его амбиции не сводят к тому, что он должен сохранить власть для себя и для его окружения. У него нет каких-то больших идей, которые могут влиять на мир, которые могут улучшить ситуацию в принципе в мире. Поэтому я думаю, что это какой-то клише, который используют разные неинформированные люди. Фарид Закария закончил свой фильм тезисом о том, что президент России хорошо изучил слабые места свободного мира, а вот Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп плохо знают и понимают Путина. Американцы плохо знают Путина, потому что они видят Путин в образе американского человека. Они не понимают разницу в менталитете, они не понимают, что может существовать совершенно другая психология, которая не ценит жизнь или личность индивидуального человека, который считает, что можно фактически уничтожить собственных людей ради так называемых государственных интересов, которые идентифицируют с собой. Такой менталитет для американцев это настолько чужой, что естественно они не понимают Путин. Что понимает сам Путин, но американцы всегда лучше человек с отклонением понимать нормальных людей, чем наоборот. И он видит, что их можно обмануть, что фактически они работают со стереотипами и клишеями, поэтому манипулировать можно. Спасибо за субтитры. Мерсюн Корректор А.Кулакова Продолжение следует...